Приветствую всех зрителей телеканала Якутия 24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске имена лучших мастеров народного промысла Якутии. Наводка на уникальный спектакль. Посмотрим на первых выделившихся снежных кроликов в Якутии. Также вы узнаете рецепт якутских оладий. И это далеко не все. С 20 по 23 декабря дни зимнего солнцестояния. В эти дни у быка холода вырастает второй рог и начинаются знаменитые якутские морозы. Зиму издревле якуты олицетворяли в образе быка холода по древним якутским поверьям. Когда у быка начинают расти рога, наступают лютые морозы. И после того, как рога начинают притупляться и отваливаться, наступает потепление. Мороз набирает полную силу 8 января, когда заостряется кончик второго рога и начинаются крещенские морозы. В общем, бык холода – олицетворение суровой якутской зимы. Есть предположение, что наши предки находили бивни мамонта и думали, что это рога какого-то гигантского быка. Он приходит с Северного Ледовитого океана, а весной рога у него отваливаются. Так появилась легенда о быке холода. Напомним, солнцестояние происходит дважды в год. С 19 по 22 июня и с 20 по 23 декабря. В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь. А в день зимнего солнцестояния, наоборот, самый короткий день и самая длинная ночь в году. Эти дни были очень важными для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежелательных гостей. Порождение такой легенды вполне объяснимо. Бивни добывают на территории вечной мерзлоты в арктических регионах страны. Самые большие запасы костей мамонта в мире – более 80 мировых запасов. А это около 500 тысяч тонн находятся на территории Якутии. Бивни мамонта добываются в 13 районах республики. Именно поэтому самые именитые мастера костерезы с Якутии. В московском экспоцентре прошел фестиваль костерезного искусства народов России «Сказ на бивни мамонта». И знаете, лучшим костерезом России стал мастер из Якутии Леонид Соловьев. Поздравляем и гордимся нашим земляком. Ученые и студенты Института естественных наук СВФУ Дальневосточного федерального университета и Ботанического сада республики исследуют методы сохранения уязвимых охраняемых растений флоры Якутии. Сейчас коллектив проводит разработку микроклонального размножения и сохранения инвитра змей-головника якутского и лилии кудреватой. Якутский змей-головник находится под угрозой исчезновения. Он имеет малочисленные локальные популяции и произрастает только в республике. Лилия кудреватая также является краснокнижным растением. В фокусе внимания якутских исследователей находится калус – уникальная природная ткань, которая появляется рядом с порезом на растении и помогает ему максимально быстро залечить рану. С помощью калусных клеток арктических растений исследователи выделили природный материал, на основе которого можно будет создавать современные лекарственные средства, в том числе для лечения редких и сложных онкологических заболеваний. Прекрасные работы от якутского художника-дизайнера Василия Андросова. Авторские елочные игрушки выполнены в смешанной технике. Высота куклов примерно 15 сантиметров, лицо из самозатвердевающего пластика, тело из папье-маше, шубки из искусственного меха. Использовал фурнитуру и бисер, а в росписи использовал акрил и постель. Ушки зайчат из фетра с каркасом из медной проволоки. Куклы очень легкие и с национальной тематикой. В социальных сетях умиляются от вида предстоящего символа года. Арктические зайцы настолько белые и пушистые, что выглядят прямо как снежные шарики. На фото с первого взгляда даже и не определишь, это снежный ком или зверек. В любой непонятной ситуации Саха печет оладьи. Так, шутя, говорят сами про себя представители народа. А ведь правда, если нужна удача, очищение или благословение в пути и даже при посещении соседних районов, хозяюшки всегда готовят оладьи и кормят ними духов. А аромат выпечки всегда навеивает самые теплые воспоминания из детства. Предлагаю посмотреть рецепт от панды Саха. Он, как всегда, атмосферный. Продолжение следует... Ледяные кытыя. Изобретательность, креативность и мастерство якутян впечатляет. Во время мероприятия в Сунтарском Лусе всех зрителей угостили замороженными национальными деликатесами из свечащейся посуды, изготовленной из льда. Однозначно новый тренд подачи национальных блюд в Якутии. Премьера нового якутского фильма «Керя Никербют» «Не хороните меня без Ивана» от авторов культового фильма «Надо мной солнце не садится» уже завтра во всех кинотеатрах республики. Новый фильм режиссера Любови Борисовой о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степани Бересикове. Главные роли сыграли сельский житель Александр Чичахов и актер театра и кино из Литвы Дарюс Гумаускас. Съемки кинокартины проходили в Таттинском и Мегино-Кангалавском районах. В фильме снималось 185 актеров с разных уголков республики. Съемочная команда составляла более 300 человек. Фильм снят в честь столетия якутской автономии и 30-летнего юбилея со дня основания кинокомпании «Сахафильм». Фильм уже занял немало премий и, наконец, мы сможем посмотреть его дома. Куда поудержите? Да так, ездим по кругу, собираем всякую тварь, предметы старины. Бубар, это Германия. Бубар, это музей-ган. Ты, простите, Бубар, это дерево-потство. О, Джек! Он нет, он нет. Бубар, улыбанку. Сказка Ивана Гоголева-Харчана в современной постановке не оставит равнодушным школьников и детей дошкольного возраста. В канун Нового года школьник Петя идет за елкой в темный лес. Он настолько далеко уходит, что в лесу пропадает мобильная связь. Мальчик поколения интернета, компьютерных и мобильных игр даже не подозревает, что в лесу существуют волшебные звери и птицы. Хозяйка леса Метелица и самый настоящий Дед Мороз с Харчаной. Сказка Ивана Гоголева впервые была напечатана в 1963 году. Сегодня Харчана сохранилась всего в нескольких экземплярах. Раритетную книгу театралы нашли лишь в Национальной библиотеке. Премьера спектакля состоится 25 декабря в Саха-театре. На самом деле отец был сказочник. Его поэтическое дарование сказывалось и в том, что он очень любил сказки. И я помню, что в детстве он придумывал эти сказки и читал их нам. Поэтому у него сформировалось и у нас сформировалось мировоззрение, что мы любим сказки. Но особенно под Новый год, особенно когда волшебные наступают такие моменты в году. И поэтому вспомнили, что у Папы была сказка, которая давным-давно печаталась. Харчана. И решили ее на сцену поставить в некоторой современной обработке. Телеканалы Якутия 24 и НВК Саха проводят фотоконкурс на самую креативную новогоднюю елку и снежного зайца. Неизменные атрибуты Нового года – это мандарины, елка, к оформлению которой многие подходят с большой фантазией и креативом. И, конечно же, как же в Якутии без снежных фигур? Во многих семьях уже стала традицией украшать дворы символами предстоящего года. Поэтому всех зрителей нашей Якутии приглашаем активно участвовать в конкурсе. Присылайте нам фото через чат-бот НВК New Year, бот фотографий необычной, смешной или даже странной новогодней елки, а также фото снежных зайчат, которых вы увидели в этом году в нашей республике. Уже 25 декабря мы подведем итоги и наградим авторов фотографии. Удачи и с наступающим Новым годом! А пока давайте посмотрим, каких кроликов лепят из снега в Якутии. Машинист котельный слепил из снега символ года возле Дома народного творчества Амги – Аполлон Захаров. Машинист котельный амгинского филиала ЖКХ снова порадовал жителей Амги. Снежная скульптура в виде симпатичного зайчика будто сошла с советской открытки. А этот милый снежный кролик расположился возле пожарной части на Маганском тракте. Ну что ж, а на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите Ньюс Омнер по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире и всем отличного новогоднего настроения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова